Не каждый житель Данской столицы знает, что эта железобетонная конструкция когда-то была основанием дебаркадера. Сейчас она затерялась на берегу Зелёного острова, стала практически свалкой и выглядит как необлагороженный, даже по словам некоторых ростовчан, пагубно влияющий на экологию объект. Бывшая плавучая пристань находится вдоль береговой линии в таком состоянии уже более 30 лет. В своё время это был двухэтажный дебаркадер, который стоял на плаву и работал как детский лагерь. Во времена Советского Союза это был детский лагерь, там дети проходили курс юного моряка, там жили, были каюты на этом дебаркадере. Как бы в подвальном помещении были помещения складского типа. Что осталось на сегодня, мы с вами видим, это бетонная конструкция длиной порядка 70 метров, шириной 30 метров и высоту где-то 2 метра. Ростовчане потребовали от властей города убрать заброшенное сооружение, которое уже давно не похоже на детский лагерь. Заявление было опубликовано на сервисе благоустройства города. Автор петиции убеждён, конструкция загрязняет окружающую среду. Её необходимо утилизировать, разбить на щебень, а металлический каркас отправить на металлолом. Предложение пока остаётся на стадии рассмотрения донскими властями. Это территория муниципальная, поэтому все расходы по демонтажу, естественно, будет брать на себя муниципалитет. Но вместе с тем мы понимаем, что не место этой конструкции на Зелёном острове. И поэтому в 2021 году администрация района будет рассмотрена возможность демонтажа этой конструкции. Однако мнения ростовчан на городском сайте в комментариях разделились. Как старая гнилая баржа может стать достопримечательностью? Не несите чушь. Не надо. Это достопримечательность своего рода. И она серьёзно украшает берег. Можно сделать гораздо интереснее. Оформить баржу в стиле постапокалипсис. Сверху насыпать плодородного грунта и посадить папоротники и амперные растения, желательно вечно зелёные. Многие уверены, достопримечательность убирать нельзя. Бывший дебаркадр мог бы украсить берег Зелёного острова и стать живописным местом для фотосессий и отдыха, если его облагородить. Эксперт в области охраны памятников культуры поддержал идею горожан. А вот дебаркадр невозможно сохранить, восстановить его невозможно. Но сохранить память об этом месте, чтобы здесь что-то придумать, вот в плане такого ландшафтного дизайна. То есть можно как-то обыграть. Как-то обыграть при помощи каких-то растений, при помощи каких-то, ну, таких дополнений. И получится у нас такое место, которое будет как бы напоминать о том, что у нас было всё время и то, что мы утратили. Один из последних известных дебаркадров располагался на левом берегу Дона ещё три года назад. Он мог стать настоящей достопримечательностью, но безвозвратно сгорел в августе 2017 года. Бетонное основание стоечного судна на Зелёном острове осталось единственным. Я думаю, что это вот тот случай, когда, может быть, обустройство на этом месте, вот этой вот бетонной такой станины, которая осталась от дебаркадера, она, может быть, будет даже и в таком, в денежном выражении, она будет экономичнее, чем вот эта вот утилизация, которая предполагается, как я понимаю, на сегодня. Как сложится судьба бывшего плавучего причала, утилизация или статус городской достопримечательности можно лишь предполагать. Ненадий Гордеев, Алина Зименко, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону.